Я объездил весь Крым, от Севастополя до Керчи, от Симферополя, даже откуда, от Джанкоя, на машине я изъездил, от Джанкоя до Ялты, ну от Алушты, я не знаю, до Евпатории, на машине с гастролями, со всем этим. Ну что, безусловно, курортная составляющая, туристическая, это серьезно, хотя там много надо восстанавливать, по туризму именно, не просто купаться в море и пить красное вино, которое продается на каждом шагу. Вот, а дело в том, что вот есть еще, видимо, какие-то и геологические способности у Крыма, потому что, ну я знаю, что, ну мел, само собой, ну рыболовство тоже, конечно, есть, ну как, есть промышленность в Крыму, тоже есть. Обратно же, астрономия, обсерватория серьезная, которая разрушена. Ну, еще бы, конечно, вы говорите, виноград, маленькая полоска, винограда, винограда там была столько, который потоптал Горбачев. Непонятное совершенно движение было, истоптать виноградники, но помимо виноградников есть же еще и другие деревья, то есть сельское хозяйство в Крыму имеется, серьезное. Земля благодатная. Так что, ну я не могу до конца это все себе представить, но, безусловно, там есть промышленность, и она должна работать. Конечно, за гривну работать никто особенно не хочет, потому что на нее еще ничего не купишь. Ну вот я почувствовал вот эту неприязнь. Еще мы были в Ялте лет 5-7 назад, наверное, 7 назад. Я почувствовал уже, началось, это москали, не москали, в общем, только москали. В России только москали одни. Но оно издавна было все-таки, хохол, кацап, это все было, но и неприязнь такой не было. Больше была неприязнь хохол-казак, вот тут была неприязнь. Спасибо. 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 Спасибо.